МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный директор совместного предприятия Бранск-Сельмаш Валерий Сулеев провел пресс-конференцию для российских и белорусских журналистов. Про смены в податковом законодательстве в актуальном интервью рассказал начальник инспекции по податках и сборах Республики Беларусь по Голинской области Владимир Дзявойна. Первый православный мюзикл, первый сольный концерт арт-гурта «Беларусы» и первая хореографичная олимпиада. Культурное житё региона на гэтым тыдне было богатым на премьеры. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. На гэтым тыдне керавництво совместного предприятия Бранск-Сельмаш агучило выники больше как 10-годового супрацовництва с акционерным товарыством ГОМ-Сельмаш и окреслило шляхи дальнейшего взаимодействия. Генеральный директор Валерий Сулеев провел пресс-конференцию для российских и белорусских журналистов. Больше подробязно про экономичные подзеи, доходящего тыдня, расскажет Олена Василюк. Свою историю Бранск-Сельмаш отличывая с 2003 года. Хоть по-соправдному буйным машинобудовничым предприемством он стал у 2013-м, коли тут почали выраблять збожжоуборочные комбайны. За основу взяли сельско-господарчую технику ГОМ-Сельмаша. Спочатку российские машины наваты назывались, як белорусские аналоги, по лесям. Али потом россияне додали еще одно слово – «Десна по лесу». Во-первых, это бренд Бранской в области с белорусскими коронями. Белорусскому хорошему слову по лесу именно то название, которое бы ассоциировало наш комбайн с брянской землей, с брянском. Ну вот пришли к такому мнению, что «Десна» – это будет наиболее такое для всех понятное, знакомое название. Супрасовничество гомельских и брянских машинобудовников оказалось корыстным для обо двух боков. Подчас пресс-конференции генеральный директор Валерий Сулеев огучивает личбы. Сегодня потребность охранного сектора России у сельско-господарчей технице складает маль 200 тысяч машин. Летость Галина отримала только около 5 тысяч комбайнов, а тому рынок еще далекий от насыщения. У планах Бранск-Сельмаша 50% зерни и кормоуборочных комбайнов, которые работают на российских палетках. Зараз это покажет, а маль удвоя меньше. Сегодня Бранск-Сельмаш находится в процессе модернизации. Размова перш за все о выпуске участки продукции на мясцовых площадках. Пероход на российские комплектующие отлумашится неколькими причинами. Во-первых, такая техника для российских аграреев является больше танной, а тому конкурентоздольной. Для того же это позволяет больше оперативно выращать возникающие проблемы. Надо сказать еще о том, что мы проводим испытания наших машинах в различных природно-климатических условиях. И от разные регионы мы стараемся адаптировать машину. Понятно, что условия уборки сегодня они разные. То есть на юге это одни условия, то есть в течение 10 дней практически убирают весь урожай. А в Сибири, на Дальнем Востоке сроки уборки затягиваются на месяц. Не глядячи на то, что зараз у Бранску створена сучасная вытворчасть зерни и кормоуборочных комбайнов, супрационистство с гамельчанами не спыняется. Урешті Гомсельмаш – засновальник Бранск-Сельмаша, який и зараз уж матчим вызначает стратегию его развития. Все конструкторские технологические разработки производятся в научно-техническом центре комбайна строения завода Гомсельмаш. Мы вносим свою лепту, но все-таки надо здесь сказать, отметить, что завод Гомсельмаш здесь является локомотивом. И мы продолжаем сотрудничество именно в научно-технической сфере и в технологической. Зараз на Бранск-Сельмаши працуют 320 человек, а мальпаловы, з яких приняты в минулом годе, причем это не просто занятость, али и эффективное выкористание мясцового працонного потенциалу. И это еще один становчивый выник – супрационистство белорусских и российских машинобудовников. Количество рабочих мест создается больше, и все, значит, в свою очередь, и политика губернатора, и наша политика, мы в тех случаях, что от нас зависит, мы стараемся именно помогать предприятию. На этом тыдне в экономичном житии региона отбылась значная подея. Сустреча старшиней Гомельского обл-выконкома Владимира Дворника с керавниками предприемства у приватной формы властности. Еще до ее початку, представники областной и городской уладов наведали «Алкапак» – предприемство-резидент свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Тут займается выпуском закарковочной продукции. 80% ее объема, что год идти на экспорт. Постоянные импортеры – краины СНД, Франция, Польша. Освоивается и американский рынок. Замоцаваться там будет нелегко, а ли это стратегичный накерунок, який в дальнейшем принесе добрые выники. А кроме того, худ канал «Капаку» начнут выпуск выработок медицинского призначения. Основная частка – до 90% – будет экспортоваться. Остатнего – хопить капцалкам, забеспечить потребы внутреннего рынка. На организацию вытворчасти потратят около 4,5 миллионов евро. Великие планы по нарушению экспорта имеют и замежные резиденты свободной экономичной зоны. На сегодняшний момент наше предприятие, общие его производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, мы вышли на первое место в СНГ по объемам производства сварочных электродов двумя заводами. Основной экспорт белорусского завода – это, конечно же, Российская Федерация. Это страны таможенного союза. Подчас встречи с губернатором бизнесмены делятся своими проблемами и поспехами. Алискразная идея, якую выказывали удельники – необходность снижения выдатков на выпуск продукции. И тогда не спотребятся складанные и затратные товаропроводные сетки. Что тычется непосредственно резидента УСЭС, то я ныне, глядячи на обмен у некоторых податковых и льгот, свою экономичную деятельность на территории Беларуси лечить выгодной. А у выращения многих проблем сподяются на допомогу кировництва свободной экономичной зоны. Сегодня ситуация в мире говорит о том, что ситуация очень сильно, очень быстро меняется. Мы должны приспосабливаться к этому. Как быстро мы сможем приспособиться, от этого зависит наши успехи. И я думаю, что администрация здесь должна и будет в этом помогать. Зараз на Комельщине зарегистровано 37 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Летость была открыта свыше 700 новых организаций у Тымлику, а маль – 200 у вытворчай галине. Большость – у сферы гандлю, а так само ремонту автомобилей и бытовой техники. Далее идут промысловость, будовництво, транспорт, сельская и лесная господарки. Дякуючи заявлению новых субъектов господарения, прационное место отримали свыше 6 тысяч человек. Алена Василюк, Олег Синцеров, Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». С початку Нового года у податкового законодавства в Беларуси был унесен шерох измен. Я не тычется выставление рахунков фактур по податку на добавленную вартость, установки на кассовые аппараты сродков контроля податковых органов, корректировки сумни которых платежу, деянности ромесников и индивидуальных предпринимательников. Але самым актуальным по раннейшему состоится декрет номер 3 об попередживании социального утриманства. Какие смены Министерство працы унесло у этот документ, вы доведаетесь подчас актуального интервью. Гость программы – начальник инспекции по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дявойна. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. Налоговое законодательство в Беларуси в последнее время претерпело ряд изменений, о них мы поговорим немножко позже. Появляются новые налоги, новые сборы. Расскажите, пожалуйста, что ждет налоговое законодательство в этом году? Изменения, которые произошли в налоговом законодательстве, они, в принципе, не изменили количество налоговых платежей и не увеличили налоговую нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности. Еще в 2016 году особое много внимания уделялось с 1 июля налогу на добавленную стоимость и работе с электронными счетами и фактурами. Но 2017 год является точкой отправной. И уже можно сказать, что с 1 июля 2017 года субъекты предпринимательской деятельности, те, которые исчисляют налог на добавленную стоимость, в обязательном порядке должны в своей деятельности заполнять электронные счета фактуры для того, чтобы их контрагенты могли поставить налог, который они уплатили себе в налоговые вычеты, а платежщик, который реализовал продукцию, мог поставить себе в налогооблагаемую базу. По 225 указу, вид деятельности, который осуществляли ремесленники, раньше они не могли осуществлять реализацию продукции через интернет. С 2017 года это право им, соответственно, предоставлено. Сейчас очень много говорится о том, что поступления частного бизнеса должны занимать больше удельный вес в доходной части бюджета. И для этого, наверное, нужно развивать малый и средний бизнес. И вот расскажите, налоговое законодательство Беларуси, оно способствует развитию частного бизнеса? Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сельской местности, в малых городских поселениях, они к ставкам единого налога, которые они уплачивают, по 15 видам деятельности имеют понижающий коэффициент 0,5. Но в основном это производство мебели, оказание бытовых услуг, услуги в области животноводства, деревянной конструкции, 15 видов деятельности. То есть ставочка налога уменьшена в два раза к основной, которая предусмотрена по ставкам единого налога. Также на государственном уровне предусмотрены льготы для вновь начинающих деятельность индивидуальных предпринимателей по единому налогу. Это в первые три месяца, когда предприниматель нашел деятельность, ставка единого налога уменьшается на 25%. И для некоторой категории предпринимателей, это пенсионеры, многодетные инвалиды, ставка единого налога уменьшается на 20%. Если индивидуальный предприниматель имеет льготу по двум направлениям, и как вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель, и является, например, пенсионером, то в совокупности применяется 45% льготы. Мы не можем оставить в стороне вопрос, который сейчас обсуждается наиболее активно. Я говорю об изменении в декрет номер 3, который внесенный Министерством труда. Расскажите, пожалуйста, что же изменилось? Предоставлено право местным советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам освобождать от уплаты сбора граждан в связи с нахождением трудной жизненной ситуации. Может возникнуть вопрос, что имеется под трудной жизненной ситуацией. Понимается объективное обстоятельство, совокупность обстоятельств, независимое от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющейся у него возможности. Вот такая официальная трактовка дана к этому нормативному документу. И здесь право все-таки предоставлено местным органам управления. Местные советы депутатов определяют или делегировать это право местным исполкомам. В большинстве случаев так и сделано. Также уточнен список тех граждан, кто должен платить сбор за неучастие в финансировании государственных расходов. Это граждане, которые состоят в списочном составе национальной сборной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта. Изменения эти действуют с 1 января 2015 года. Тем, кто проходит альтернативную воинскую службу, тоже не придется платить сборное финансирование государственных расходов. Изменения эти будут действовать с 1 июля 2016 года. Также с 1 января 2017 года родители, которые воспитывают детей до 7 лет, если раньше по старой норме им тоже предоставлялось право не участвовать в финансировании государственных расходов, то теперь они не будут платить сбор только в том случае, если их ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольного образования. Предусмотрено право граждан, если они считают, что извещение, которое человек получил, он имеет право не уплачивать сборное финансирование государственных расходов, то в течение 30 календарных дней после получения извещения на уплату гражданин имеет право обратиться в налоговый орган, представить необходимые документы, и что хочется особо отметить не только документы, а представить или пояснение. Даже в каких-то аспектах налоговому органу будет достаточно пояснений от гражданина, которые будут приняты налоговым органом, рассматриваются налоговыми инспекциями в течение 30, соответственно, в месячный срок, и по ним выносится одно из решений – это о подтверждении ранее врученного извещения, о внесении изменений в извещение или об аннулировании извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Спасибо большое, Владимир Васильевич, за то, что уделили время и так подробно ответили на мои вопросы. Я хочу, Марина, тоже высказать слова благодарности на то, что вы нашли время и с этими актуальными вопросами пришли к нам, чтобы мы их осветили. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное вместе сотрудничество. Початок года час подводить выники, анализовать минулогоднюю працу и будовать планы. На этом тыдне у шерегу ведомства отбились коллеги. Про досягнутые поспехи и выявленные резервы нашим корреспондентам поведомили супрацовники Управления внутренних справ, мытник Комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. С початку про работу областной милиции. Летость в регионе зарегистрована май 14,5 тысяч правопорушений. При этом узровить злочинности у темлику подлетковой и рецидивной. Снизился. В тягучей проведенной профилактичной работе полепшилась и дорожная обстановка. Колькость ДТЗ скоротилась оприкладно на 15%. Амаль настолько же снизился покажет гибель у авариях. Хочу сказать, что в целом оперативная обстановка по Гомельской области под контролем. Сегодня мы имеем положительные результаты в раскрытии общей преступности и по линии уголовного розыска. Раскрыты все убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. Имеем высокий уровень раскрытия краж и других видов преступлений. За сухими лижбами статистики, что дзенная праца милиции и лепшая оценка их деянности стало меркование Жихара у Гомельщины. Так, по выниках мониторных в громадской думке узровень доверия населенства до супрацовников милиции летость так само взросла, зараскладая 63,3%. По выниках минулого года лепшие сопрацовники отримали грамоты и новые звания. А сирот своих головных минулогодних досягнений на Гомельской мытни называют скорочение часу проведения мытных операций на 20%. За год гомельские мытники спунили больше, чем 3000 порушений. Утемликов 69 спроб Даши Хабару. Раскрыты 52 злочинствы. Причем, амали, все криминальные справы были связаны с перемещением выбуховых, наркотичных, психотропных и других забороненных речев. Усё это дозволило створить больше беспечные умовы для удельников внешнеэкономичной деятельности и грамотян, которые пересекают мяжу. В республиканский бюджет гомельская мытня унесла больше, чем 1,5 млрд. рублей. План выконан на 101%. Подчас ходу, керавництво и особистый состав ведомства не только подвели выники минулого года, а и окреслили задачи на 2016-м. Подводя итог работы таможни в 2016 году, будем говорить о том, что основные задачи, стоящие перед таможней, выполнены в ближайшем будущем с учетом предстоящего подписания проекта Кодекса Евразийского экономического союза. Но, наверное, это будет основное нововведение, которое планируется с 1 июля 2017 года. Остальная работа будет проводиться в соответствии с утвержденными планами на 2017 год. Лепшим супрацовникам гомельской мытни вручили гоноровые грамоты и нагрудные знаки мытного комитета Республики Беларусь за отзнаку. Выники работы за 2016 и задачи на 2017 год так само обмерковали гомельские экологи. У поширенном посаджении коллегии гомельского областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя принял удел министр Андрей Каухута. Объемы выкида у атмосферу шкодных речев на территории гомельской области за минулый год застались на раннейшем узровне. Я на крыху пересагнули лишь бы 100 тысяч тонн. Самый великий объем на рахунку Мазырского и Жлобинского районов, что обумовлено наявностью там буйных вытворших предприемствов. У целом у основных промысловых центрах забеспечена стабильная экологичная обстановка. При этом летость взросла колькость администрационных протоколов, складенных на порушальников природооховных законодавства. Осяго 282 факты. Юридичным и физичным особам продъявлено 235 претензий на сумму больше, как полтора миллиона рублей. Гомельский регион, Гомельская область, она очень промышленно развитая. Много месторождений полезных ископаемых, много предприятий. Поэтому одна из задач важных – это контроль за выбросами, контроль за охраной окружающей среды. Контроль, в общем-то, осуществляется в должной мере, но есть, конечно, эта работа ведется постоянно. Поэтому, конечно же, необходимо работать и с предприятиями. Это и люди, общественность. Вот этими совместными усилиями, я думаю, необходимо делать все возможное, чтобы не было каких-то эксцессов, чтобы не было выбросов. Что до штрафов и подписаний, то лидером у этой категории по выниках проверок з'является Гомельский шклозавод. На момент початку масштабных контрольных мероприемств высветлилось, что на объекте у Воголя не было службы природоохова и контроля за шкодными выкидами. Зараз и она створена, ведется процесс ликвидации недохопов. У Воголя якости экологичных доследований у Комитета природных ресурсов все лето оценено становше, а ле по особных на прамках деяности потребуется одновление обсталявания и инструментов проведения экспертыз. На этом тыдне гомельчане стали светками одразу двух концертных премьер. У лик уголовных культурных падей были и фотовыставы. Их детали ведая Ганна Ковалева. Это первый великий гастрольный тур по краине и первый сольный концерт у Гомили арт-гурта Беларусы. Классичные творы, хоралы готичных соборов, темничая тихая ночь и навод задорный джингл-беллс. Усё гэта увайшло в программу «Великий калядный концерт», якую артысты проспевали на десяти мувах свету. А матерам мастацтва гэтытыдень порадовал ящи одной премьерой. Молодёжная группа Преображенского храма города Гомеля взяла на себе смелость поставить пешу Украине православный мюзикл. Музычная кистория с элементами хорографии расповедая про конфликт святла и темры. Дебют юных артыстов отрымал шмат становчих водгу, кау «Тяпер до Великадня» творчая группа планует подрихтовать новый проект. Еще одну историю, але уже о профессийном становлении вядомых фотографов на этом тыдне представили наведывальникам Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена. 35 фоторабот адлюстровывать 27-годовую профессийную деянность фотокорреспондента белорусского телеграфного агентства Сергея Холодилина. За этот час у его объекты утрапляли и простые сельские люди, и первые особо держав. На выставе представлены портреты, краеведы белорусской земли и замежные мотивы. Из 100 лет, которые в Белто существует, в 27 я проработал в Белто. Поэтому чувствую себя, наверное, частью этого коллектива, частью этого, скажем, такого большого механизма информационного. И вот эти фотографии, как бы, не отражают, наверное, мгновение моей творческой жизни за 27 лет. Девочке сегодня уже, наверное, лет 40, наверное, может быть, ну, может, 35. Это была моя первая работа, которая участвовала в августном втором году на выставке и взяла там главный приз. С правоздачу своей творчести на этом тыдне проставил еще один фотограф. 30 работ гомельчанин Сергей Иванов презентовал в музее фото. Автор еще в детстве стратил слых, однако не сгубил цикавость и любовь до життя. Свой мастерский погляд он передает в пейзажах. До речи фотографий он просвятил 50 годов своего життя. И эта выстава стала для его свой особливым творчим юбилеем. Завершила культурный тыдень первая хореографичная олимпиада. Она стала другую полику конкурсной пляцулкой в Украине, где свое мастерство могут показать танцоры сучасной хореографии. Все лето жадающих зарабить, это было около полсотни с разных кутков Гомельской области. В наступном году авторы проекта плануют вывести его на республиканский узровень, а затем и на международный. Ганна Ковалева, Телерадо, компания «Гомель». 29-го студеня ВРЗ состренится с УЗ «Динамо». ЦКК на свою пляцулцы примет БЧ, агрокомбинат Пауднева чекает в гости команду «Барнсел-900». В третьем крусе чемпионат Украины по гандболе сяроджа ночных команд 25-го студеня Гомель на свою пляцулцы сгуляет с Витебчанкой. На наступных выходных Гомельшанки отправятся в Литву, где примут удел у гульнях Балтийской лиги. В чемпионате Беларуси по хоккею на наступном тыдне сгуляют два туры. В четвер на домашней пляцулцы Гомель состренится со столичной юностью. В жлобине «Метаург» сгуляет с Неманом. У субботу Сталявары шакают у гостя «Динамо» молодежно, Гомель приме Неман. У рамках жаночга чемпионата по баскетболе у субботу 28-го студеня баскетбольный клуб «Гомель-Сош» на выезде состренится с Грозенской Олимпией. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до сустречшего эфира. Редактор субтитров А.Семкин